Рис о тяге, утро. Будем считать, что я самолично дошёл до неё на каком-нибудь из стримов. Поэтому самое время разобрать новую третью, или даже скорее четвёртую концовку в игре RimWorld с дополнением идеология. Забегая вперёд, сразу скажу, что такого вы ещё точно не видели. Поэтому данная концовка точно удивит вас. Собственно, погнали сливаться с Арханексусом. Звучит неплохо, согласитесь. Первым делом встаёт вопрос, как её вообще получить. А на самом деле всё просто. Вы должны играть и набирать как можно большую стоимость поселения. Расширяйте базу, создавайте дорогущие предметы. Ну и знаете, всё в таком духе. Сразу забегу вперёд и скажу, что в дальнейшем понадобится набрать 350 тысяч стоимости поселения. Так что ориентируйтесь примерно на эту цифру. Проверить её можно на панельке снизу. Когда к нам приходит квест на Арханексус, условия гласят, что одна фракция имеет информацию касаемо частей Арханексуса и готова выгодно нам их обменять. Разумеется, на наше поселение. Стоимостью в 350 тысяч серебра. Жесть. Ага. В плане лайфхака советую завести Альянс заранее. Причём Альянс заводим вот в таком порядке. Если говорить про заключение Альянсов, то квест выдаёт всегда одна и та же фракция из игры в игру. Возможно, в дальнейшем поменяют. Но, тем не менее, в данный момент происходит следующее. Сначала квест выдаёт фракция Мирный Союз Чужеземцев. Далее квест выдаёт фракция Воинственный Союз Чужеземцев. И третий квест выдаёт фракция Воинственное Племя. Вот как-то так. После того, как вы выполнили все условия, нас принесут в новое поселение на карте. Точнее, мы сами выберем новое место на карте. А на месте старого появится поселение той фракции, что дала нам, собственно, квест. С собой нам дают взять пять колонистов, пять животных и пять видов предметов. Что больше всего напрягает из этого, что, по сути, мы не продолжаем игру, а начинаем заново. То есть, ну, блин, ну, даже грустно как-то. У нас нету никакой вариативности в плане прибытия на карту и прочего. Вот я начал играть за аварийную посадку. Вот я упаду во второй раз на планету трюхпайками, ножиком испластали, винтовкой и револьвером. Где я их взял? Скажи мне, игра. У нас даже сбросят все отношения с фракциями. Так что не дружите ни с кем больше нужного. Преследования я вообще молчу. Там тоже беда с ними. Поэтому, не знаю. По сути, дропаем поселение, начинаем игру заново. Сохраняются только лишь прогресс квеста, колонисты и предметы. Поэтому выбирайте их с умом. Касаемо того, каких брать животных и колонистов вместе с предметами, вопрос довольно спорный. Но лично я считаю, что самым оптимальным вариантом будет взять те предметы, которые помогут вам быстро развиться. То есть предметы на быстрый старт, это то, что нам и нужно. Вообще закидываю мысли вслух, чтобы я мог взять с собой такого на выбор. Ммм, по логике вещей, еда или какие-нибудь материалы сразу же отпадают. Ибо у нас есть прокаченные колонисты, которые смогут добыть все необходимое за пару дней. К тому же у нас идет стартовый набор, от того, что мы якобы начали новую игру. Ну и понятное дело, что животные у нас тоже будут. А животные будут у нас какие? Либо боевые, чтобы дефать первые рейды без киллбоксов, либо грузовые. Но лично я бы взял грузовых, чтобы первым делом наладить хорошую торговлю с соседним поселением. Таким образом можно сделать вывод, что нам нужно что-то супер необычное, что наши колонисты не смогут добыть сами в ближайшее время. Как вариант Люциферий, Гоукок или Бодрин с его бафом на ускорение общей работы. Далее у нас идут артефакты. Копья в этом плане круто, но максимум потрясения. Знаете, возьмите себе там 4 или 5 копий потрясения, чтобы с первого рейда набрать себе некую рабочую бригаду. Ну или рабочую... рабскую бригаду, но тут уже то, как хочет. Далее идут генераторы. Разные силовые лучи, ну или, например, те же самые пси-импульсы на агр животных. По сути, будет неплохо с самого старта похватить себе целое поселение. По факту можно даже ничего и не строить, а пойти сразу рейдить, если вас, разумеется, все устраивает. Нагружаете своих животных и идете примечать базу пиратов. Ну и, собственно, собирая все вышесказанное в одну кучу, мы сможем с собой взять следующее. Препараты на скорость работы, артефакты для рейда поселений или набора себе новых поселенцев, животных для торговли, и лошади, кстати, будут неплохим вариантом. Они и скорость увеличивают, и перетаскивают. Неплохие животинки. Ну и, возможно, деньги. Либо те же самые банальные продвинутые компоненты, чтобы прям мгновенно заспадранить технологии. Хотя, по сути, их и купить можно, а если вы берете деньги, то вы все можете купить. Так что тут уже смотрите от своего игрового стиля и выбирайте то, что вам действительно нужно на старте игры. Нужны деньги? Берите деньги. Не хватает компонентов? Возьмите компоненты. Ну а дальше будет гораздо проще. Ладно, окей, вы сейчас подумаете, что я хейчу, но, окей, полезные моменты. Из полезного мы можем выбрать себе абсолютно новую идеологию. Либо, разумеется, играть на старой, что тоже, скорее, не играет особой роли, но, тем не менее, раз уж мы стартуем заново, то значит, что наши поселенцы резко меняют свои убеждения, которые они годами нарабатывали в прошлом поселении. На что-то новое. Ну, не, ну а шо? Переезд, это дело серьезное. Это дело один раз, ну, три раза. Но тут можно и новую культуру, в принципе, развить побыстро, и тут надо. Это же какой-то, это же переезд целый, вот чего. Поэтому меняем свою идеологию за пять секунд и сразу переезжаем в новое поселение. Так что, дерзайте. А вот теперь, что есть интересного на карте. Это часть Арханексуса. Разумеется, ее нужно просто изучить, и не более. Она еще влияет на настроение колонистов путем психического излучения, но мы это уже явно где-то видели. Собственно, условия, как вы можете представить, те же. Набирайте 350 тысяч стоимости и альянс с поселениями. Но только до кучи нужно еще исследовать часть Арханексуса. Опять же лайфхак, что для данной концовки имбовыми будут бионики. Так как мы не можем переносить с собой много ресов, то будем переносить пять супербогатых колонистов. Сделайте им легендарки сверху донизу, био или даже архопротезы, и можно идти в атаку. Ну, а теперь, я думаю, стоит рассказать, чего бы я на самом деле хотел тут увидеть. Даже тот же самый аналог корабля, если честно, был бы гораздо интереснее, нежели чем то, что есть сейчас. Арханексус, к сожалению, нельзя сломать. Он не призывает новых ивентов. А даже если бы и призывал что-то связанное с машинами, то Тайнану нужно было бы как минимум вводить гораздо больше новых механоидов и разнообразных связанных с ними технологий. Возможно, как раз таки, следующая DLC будет связана с Архатеком. Я думаю, это вполне возможно. Что поэтому концовка, соответственно, столь скудна в плане контента. Именно поэтому я бы хотел уже попробовать себя против суперсильного искусственного интеллекта. Мне ведь так не хватает игровых сложностей, что я уже 10 сезонов по рису не могу игру пройти. Кайф. Собственно, мы появились в новом поселении. И снова мы делаем всё то же самое. Даже комментировать это особо не вижу смысла. У нас разросся этот мини Арханексус. Ну и всё. В голову невольно закрадываются мысли «ливать пора». А нет, теперь-то уж и последняя часть перед суперэкшоном. Быстро собираем все эти рессы и бежим покорять чёртовых железяк на нормальном Арханексусе. Честно сказать, постройка шикарная. Вот тут я бы разгулялся в плане сражения, постройки базы, обороны. Кайфово придумали вы. Но так не подумали разрабы. Поэтому лично я взял и скрафтил себе легендарные джотпаки. А я напомню, что это последнее поселение и колонистов может быть больше пяти. Так что делайте вообще что хотите и как хотите. Конь... чё? А? Серьёзно? Оу, вау, новая музыка концовки. Интересненько. По лору в этом плане всё довольно круто. Кстати, по сути сливаемся разумом и телом с великим интеллектом. Хотя, скорее всего, наверное, либо что более вероятно, он нас просто поглотит и всё, нет у нас. Эммм... Концовка. Ну, вот таким вот образом подходит к концу данное видео. Если говорить объективно, то концовка, малость говоря, скучна. Понятно, что сейчас актуальная тема анимешного гринда ресурсов, но не три раза подряд же одно и то же делать. Это уже безумие какое-то. Ну и также вместо финального Эпик Махача его просто можно скипнуть через затиранцы. Через ранцы, через всеспособности, через дымовые завесы, через щиты, да через что угодно, просто добегите. Я пять туземцев себе взял. По сути, если вы удачливы, то они в вас и не попадут. А так, если ваши колонисты не дураки, то они бы так и поступили. Ибо армия возле Нексуса довольно большие. Ну и также, вместо какой-либо базы сражаемся, по сути, просто стенка на стенку. Что тоже довольно странновато. Я думаю, что легко было бы улучшить этот конец, но в Рисе банально нечем, ибо тема Архотека не раскрыта. Ну, что еще сказать? Заваливайтесь на стримы, смотрите, как я 500 лет подряд буду пытаться выйти на нее, ну или хотя бы на какую-нибудь другую концовку. Также, если вы вообще не в курсе, как пройти игру, или вам тупо интересно мое мнение касаемо уже других концовок, то лайкайте это видео, пишите об этом в комментариях. Ну а на этом у меня все. С вами как всегда был Крикерос, огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Заходите в Дискорд канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Всем удачи и всем пока. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok